Здравствуйте! В эфире телеканала АКТИС, программа «Местное время» в студии Андрей Иванов. И коротко о главных темах. Тяжелая утрата. Весь мир сквозь объектив. Как жил и работал оператор телекомпании АКТИС Дмитрий Новопашин. Более трех тысяч участников. Во дворце культуры «Нефтехимик» состоялся фестиваль первичных отделений движения первых. Соревнование для сотрудников МЧС. В Ангарске состоялось открытое первенство Иркутской области по пожарно-спасательному спорту. А теперь обо всем подробнее. Трагедия для всех, кто знаком с телекомпанией АКТИС. Скончался один из лучших ее представителей Дмитрий Новопашин. Оператор от Бога. Надежный товарищ. Прекрасный человек. Тот, кто всегда мог увидеть в малом большое, а в огромном разглядеть деталь. Всегда шел по жизни с улыбкой и позитивом. Об операторе с большой буквы наш следующий сюжет. Дмитрий Новопашин смотрел на этот мир через объектив видеокамеры почти 30 лет. В этой профессии секретов для него не осталось. Во время работы он отдавался съемочному процессу до конца. Делал все, чтобы его картинка, как говорят операторы, получалась самой лучшей. Невозможно осознать. Трудно представить, что Дмитрия Новопашина никогда уже не будет среди нас. Много лет Дмитрий работал оператором и знал об этой работе все. Оператор – это как глаза. Именно от него зависит, какую картинку потом увидит наш зритель. Скромный, нетребовательный, простой, добрый, ответственный. Таким мы его запомним. Он был настоящим мастером своего дела. Очень жаль, когда из жизни уходят такие люди. Потому что кажется, что вместе с ними уходит какая-то очень важная часть значимого и нужного. Родился Дмитрий в селе Олонки Бохонского района. Там же окончил школу и уехал получать образование в Иркутск. Спустя несколько лет с дипломом мастера по ремонту телевизионной и радиоаппаратуры переехал в Ангарск. Тогда, в далекие 90-е, он на всю жизнь связал свою судьбу с телевидением. Безумно горько и безумно грустно от того, что человек, который столько дал телекомпании, столько дал городу, ушел и ушел так внезапно. Еще недавно он планировал вернуться к работе, планировал сделать очень многое. У него были интересные и хорошие планы на жизнь, но так случилось, что им не суждено сбыться. И это безумная трагедия, трагедия для телекомпании, трагедия для зрителей и, наверное, да не наверное, точно личная трагедия. Потому что Дима был очень верным и надежным коллегой, хорошим товарищем, с которым было приятно работать на одной съемочной площадке. И приятно после его съемок собирать сюжеты, потому что тот заряд профессионализма, который он давал каждой съемке и то, как он отдавался работе, наверное, к этому должен стремиться каждый оператор. И в его лице мы потеряли действительно талантливого человека и хорошего коллегу. В телекомпанию «Актис» Дмитрий пришел 16 лет назад. Сразу же зарекомендовал себя настоящим профессионалом, человеком, на которого всегда и во всем можно положиться. Кроме съемок сюжетов и передач в его обязанности входила подготовка и стабильное функционирование павильона. Для любой телекомпании съемочный павильон – это одно из важнейших мест. И от того, как здесь все устроено, зависит очень многое. Дима Новопашин приложил свою руку практически к каждому элементу в этом павильоне. И благодаря этому здесь все работает без сбоев. И теперь каждая деталь напоминает о нем. Это большая редкость, когда о человеке невозможно вспомнить что-то плохое. Обиды, разочарования, неудачи. Дмитрий Новопашин являлся воплощением такой редкости. Одинокий волк по жизни, большой друг и душа коллектива на работе. Всю жизнь его занимала работа. Поэтому более четверти века он отдал телекомпании, был предан ей. А это всегда невероятно ценно. Вы знаете, тяжело на самом деле говорить, тяжело осознать, что Димы с нами нет. Потому что он всегда был рядом, потому что Дима был всегда рядом. Это ответственность, это аккуратность во всем. Он был невероятно аккуратным человеком по жизни. Лично, в работе. С ним было приятно, с ним было спокойно. Всякое, конечно, случалось в работе, понятное дело. Были какие-то споры. Но самое главное, чтобы был результат. Результат был достойным. Мне очень жаль, как руководителя, потерять такого сотрудника. Мне очень жаль потерять такого друга. Светлая память. Когда Дмитрий Новопашин работал над съемками материала, корреспонденты всегда чувствовали его плечо. Ему не нужно было объяснять, какой кадр требуется журналисту, как поставить человека для интервью. Он все делал сам. И делал это качественно. Сейчас сложно что-либо говорить. Сложно осознавать. Эта новость буквально парализовала работу в телекомпании. Не хочется говорить о Диме в прошедшем времени. Он навсегда останется живым в наших сердцах. Работаю в телекомпании «Актиз» более 10 лет. И в голове наша с ним стойка. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. За эти годы мы сняли километры. Побывали в разных местах. Съездили не в одну командировку. Дима и как профессионал, и как человек был, что называется, высшей пробы. Всегда знал, что сказать. Был сдержан в эмоциях. Ему не надо было что-либо просить. Не надо было как-то намекать на что-то. Он всегда чувствовал, чувствовал место, чувствовал человека, с которым работает, чувствовал ситуацию. Искренние соболезнования родным – это на самом деле большая утрата для всех нас. Я запомнила Диму как очень ответственного человека. К любому вопросу он подходил серьезно. И на него всегда можно было положиться. Улыбчивый, добродушный. Действительно, профессионал своего дела. Я думаю, тут дело даже не в стаже. Он по-настоящему оператор. На любой съемке с ним всегда было комфортно. Он жил работой. И это было видно. За свою карьеру на телевидении Дмитрий Новопашин побывал практически в каждом доме, на каждом предприятии Ангарского округа и не только. Его кадры со съемок «Раздолья», «Байкала», «Золотого кольца России» поражают своей филигранной точностью и незабываемостью. За свою безупречную работу Дмитрий Викторович многократно был награжден грамотами различного уровня. Это наш незаменимый видеооператор, который всегда за кадром. Фото на память, секундочку. Вместе с Дмитрием Новопашиным ушла целая эпоха ангарского телевидения. Однако своими съемками он навсегда вписал себя в историю региона. Прощание с Дмитрием Новопашиным состоится 1 апреля в 9.30 утра в ритуальном зале «Реквием» по адресу 93-й квартал, дом 13. Продолжаем новости. С начала 2024 года фермеры при Ангаре приобрели более 100 единиц сельхозтехники на 320 миллионов рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Всего в этом сезоне агрария планирует закупить 800 единиц оборудования. Пять морей и озеро Байкал. Масштабный проект создания круглогодичных курортов по всей России обсудили на совещании у президента. Современные комплексы должны появиться в этом десятилетии. Участие в обсуждении принял и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что в проект «Волшебный Байкал» включены две локации. Это город Байкальский, район поселка Тальцы. Общая площадь курортной зоны составит около 1200 гектаров. Во Дворце культуры «Нефтехимик» состоялся фестиваль первичных отделений «Движения первых». К ним присоединились 50 новых организаций, а это более 3000 участников. Торжественное мероприятие по традиции открыл церемониальный отряд «Барабанщик» в Иватангарск. Фестиваль посетили и мои коллеги. В порядке полусотни образовательных учреждений округа собрались во Дворце культуры «Нефтехимик». Это более 600 школьников и студентов. А причиной тому – подведение итогов фестиваля первичных отделений «Движения первых». Мероприятие началось с минуты молчания в память погибших во время теракта в подмосковном кругу «Сити-холле». «Движения первых» во многом – это повторение того, что происходило в моем детстве, в моей юности. Но с учетом того, что жизнь изменилась очень сильно, и вы совершенно не такие, как вы какое-то время назад, но вы значительно активнее, значительно прогрессивнее, значительно быстрее соображаете, быстрее делаете и лучше делаете. Ученики образовательных учреждений показали свою визитную карточку и рассказали о своем участии в жизни школы. Также на фестивале первичных отделений дали старт началу акции «Хранители истории». Подростки будут показывать свои знания не только в истории России, но и региона. «Движение первых» – это современный аналог советской пионерии. Он был создан по указу президента России Владимира Путина. Организация работает в Ангарском округе с 2023 года. Как подчеркивают сами организаторы фестиваля, такое сообщество объединяет молодежь ради общей цели. Вероника Васильева, Александр Черник. Местное время. В Ангарском округе продолжается реализация проекта «Разговоры о семье». Его главная цель – познакомить жителей муниципалитета с традициями, культурой и обычаями разных народов, которые проживают на территории. Организаторы проекта и волонтеры проводят информативные мероприятия, конкурсы и праздники. Накануне представители различных диаспор рассказали свои народные сказки. В числе участников – таджики, евреи, белорусы, казаки, татары и другие. Но его счастье заинтересовало ей злую старушку. Она решила завладеть его деревцем и, обманув мальчика, засунула его мешок. Потом закинула мешок на плечи и убежала в свой дом. Но благодаря своей смекалке уму, Бахром спас себя и свое деревце. На самом деле у нас Ангарск многонациональный. И традиции у всех очень интересные. И чем мы больше узнаем, тем мы понимаем, что мы ничего не знаем. А это как здорово, когда все дружно работают и трудятся на благо города, на благо страны. По задумке организаторов встречи, все народные сказки участников мероприятия соберут в единую брошюру. Будущее издание назовут сказки города Ангарска и передадут в дошкольные учреждения округа. В Ангарске состоялось открытое первенство главного управления МЧС России по Иркутской области по пожарно-спасательному спорту. На Кубке Байкала свои умения и навыки показали более 80 участников. Вместе с сотрудниками за медали боролись юноши и девушки от 15 до 18 лет. За спортсменами наблюдал мой коллега Егор Сорокин. Кубок Байкала – соревнования, которые традиционно популяризируют и развивают пожарно-спасательный спорт и боевую готовность подразделений. В этом году в Ангарск приехали 9 команд из Иркутской области и Республики Бурятия. Также свои умения показали кадеты классов МЧС и члены дружин юных пожарных. Главное управление всячески будет поддерживать данный вид соревнований и развивать, продолжать традиции. Соревнования у нас по двум видам спорта. Это 100-метровая полоса с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Одна из участниц личного первенства Анастасия Щепина. Свои забеги упускница ангарской школы номер 39 имени Героя России Евгения Зиничева провела на высшем уровне. Ей удалось побить личный рекорд. По итогам соревнований Анастасия завоевала золотую награду. В этот раз я регулярно занимаюсь месяц и вот результат. Очень приятно участвовать в таких соревнованиях. Это очень круто. Это прям заряжает. Я хочу поступить в МЧС, поэтому мне этот спорт очень важен. Я стремлюсь получать разряды и выполнить и кандидата мастера спорта, и мастера спорта. В командном зачете победителем стала сборная специального управления Федеральной противопожарной службы номер 12 МЧС России. Второе место занял коллектив Республики Бурятия. Замкнула тройку лидеров команда Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Егор Сорокин, Александр Черник. Местное время. Такие новости к этому часу. Далее вас ждет обзор событий культуры с Марией Константиновой. До свидания. Культурный человек – это тот, кто в состоянии сострадать. Это горький, мучительный талант. Василий Шукшин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире новости культуры. Поговорим о пище для души и усладе для сердца. Передвижной фестиваль кино на службе Отечеству состоялся в Иркутской области. Показы документальных лент о Донбассе прошли в 50 кинотеатрах региона, в Большом зале Дома кино и в Доме молодежи. В программу включили также выставку портретов участников специальной военной операции «Уголь земли русской» и творческие встречи с авторами работ, поэтами, музыкантами, участниками СВО. Ангарск по праву можно назвать театральным. В городе нефтехимиков насчитывается 30 любительских коллективов. Двое из них носят высокое звание народного – это факел и чудак. Театр для многих ангарских актеров становится не просто увлечением, а настоящим смыслом жизни. Все театралы добиваются успеха. Многие покоряют творческие вершины не только за пределами нашего региона, но и страны. Для тела есть упражнения физкультура, спорт. А для мозгов – математика, учеба, институт. А для души остается только церковь и театр. Так что для нас театр – это упражнение для души. А сейчас культурная афиша на ближайшее время. В субботу, 30 марта, в ДК «Энергетик» гала-концерт молодежного фестиваля «Будь ярче». Начало в 14.00. А в 3 часа дня в Музее часов концерт вокальной музыки «Очарование весны». В этот же день во Дворце ветеранов Победа в 16.00 концерт, посвященный Всемирному дню рок-н-ролла «Рок в наших сердцах». В 6 вечера театр «Факел» приглашает на спектакль «Трепетные истории». 31 марта в 14.00 в отделе искусств Центральной городской библиотеки концерт «Когда в душе поет весна». 3 апреля в ДК «Современник» в 18.30 спектакль «Байкалочка». Это творческий подарок от коллективов Центра гармонии. В четверг, 4 апреля в 18.30 в отделе искусств Центральной городской библиотеки показ короткометражного фильма фестиваля «Арткино-14». 5 апреля в 18.30 в «Нефтехимике» шоу-программа «Крупный план на Маргариту». Пройдет зима холодная, настанут дни весенние, теплом растопит солнышко, как воск снега пушистые. Листами изумрудными леса зазеленеются, и вместе с травкой бархатной взойдут цветы душистые. Стихами Спиридона Дрожжина завершим сегодня выпуск. Люди всегда чего-то ждут. Сначала прихода зимы, затем ее завершение, приглашая весну. А ведь нужно не торопить время, а наслаждаться каждым днем, каждым мгновением, здесь и сейчас. Я желаю вам бодрости духа и гармонии. Помните, в любой ситуации нужно вести себя культурно. До свидания!